Завершающий матч, как всегда, они бывают непростые, в том плане, что накапливается усталость. Сбор очень жесткий в плане тренировочного процесса и неспецифики, то есть работы в специальных горках, я не буду подробно рассказывать, но очень тяжелая работа и мышечная усталость большая, но в то же время еще больше усталость ментально. Ребята устают от информации, помимо физической нагрузки, еще много информации, мы пробуем новые вещи в атакующих действиях, в том числе и обороны. Стараемся не то, что у них ухудшить ту игру, которая была, а улучшить ее. Это тяжелый каждый день труд и поспорить, чтобы быть на выходе. То есть наша задача подвести команду во всех отношениях целостно к 3 марта. Она была и физически хорошо готова, и тактически хорошо готова, и преподносила определенные сюрпризы соперникам и так далее. Поэтому такой сбор непростой, и матч завершающий, чемпион Казахстана, как бы ни было, ордобасы. Я хорошо знаю главного тренера, Саша Середнев, белорус, играл у меня еще в Могилеве в 1994 году, мой ученик. Очень хорошее отношение у нас, мы достаточно долго обещали перед матчем, как ни странно, о методиках футбола. То есть у нас была такая научная дискуссия. Вот сейчас я кое-что там сандрофиру отправлю. Он такой парень достаточно образованный, он и футбол играл, был таким. Играл, кстати, в России, в высшей лиге России, Балтика, Ленинград, страна Щетик-Середнев. Поэтому такой интерес, мы о матче сами с ним договорились, то есть напрямую созвонились, давай сыграем. Потому что мне интересно его стилистик, подход к футболу, ему интересно. Поэтому был матч особенный в том плане, чтобы посмотреть, как учитель, ученик и так далее. Ну и в том числе, конечно, наша реализация тех идей, которые мы хотим видеть. Несмотря на то, что какие-то потери составились, небольшие повреждения у ребят, мы поберегли их. Федор еще ушел. Жаль, что не было первого матча, потому что хотелось дать нагрузку 90 минут. Ну а то, что идет, все к лучшему. Потому что у нас сейчас, на самом деле, сбор жестковат. Очень жестковат. Не хватило пару дней. Поэтому здесь пришлось кое-что сжать. Я так завтра еще горку у нас будет. Мы, например, будем дозировать ее, как будто меньше. Кто больше догадал, кто продозируем по фону усталости. Отработаем до конца уже. Добьем, добьем. Аккуратно добьем. Постараемся, чтобы все было нормально. Тем более, 5 выходных практически. Дай большую паузу, чтобы потом уже на шлифовывающем сборе заниматься больше тактикой игры. И организацией игры. Нюансы какие-то исправлять, шлифовывать и так далее. Это если добрать итог сбора, то он нормальный. Мы, по идее, проиграли один матч. Если брать состав боевой, то, что у нас авт там первой тайм 1-1 был. И там уже выставал молодежь в втором тайме. Если брать состав более боевому, то мы тут проиграли ЦСКА. Хотя очень сильно расстроились, потому что команда уже выходит на уровень, что она хочет выиграть у всех. Это уже хорошо. Ментально мы к этому уже готовы. Теперь нужно по мастерству. Ну, доволен приобретениями. А именно, Райан провел очень ценностно, как будто вдвылся в коллектив, как будто играл всегда. И практически ни одной ошибки за все матчи, что он провел, грубое не было. Это радует, это обнадеживает данного очень хорошего парня. Рома Акбаша, но он влился и в то же время сейчас правильно структурно играет. И забил сейчас гол. То есть он был на своей функции. Я думаю, что он сейчас берифический. В том числе и тактический взаимодействие с ребятами. То это хорошее приметение, плюс молодой богателе, талантный парень, способный очень. Все впереди у него, но имеет качество. Нестандартные игры в футбол, атаки. Такой игрок всегда ценен. Поэтому, если брать двор такого планили, что расстроил, конечно, выход Феде Кудряшова, завершение карьеры. Потому что я хотел, чтобы руководство, я Санкт-Петербург Николаевич, позвонил и сказал об этом. Я говорю, попробуйте уговорить. Феде Кудряшова, это харизма, это профессионализм, это надежность. Несмотря на возраст, он очень провел мяч, на вскидку, если брать «Спартак» и «Динамо». Полный матч, где будет 4 очка у топ-клубов с его участием. Поэтому мы ему очень благодарны. Я, в частности, за то, что мне поселилось с ним поработать. Я со многими футболистами в Сокольне работал, и он входит в их число в топ. Поэтому это для меня в копилочку еще один топовый футболист, который мне дает познакомиться поближе и с ним поработать. Их только позднее впечатление остается о нем. Поэтому пожелаю, хочется ему дальнейшего успеха, быть в футболе и пользу ему приносить. Анализ большой. Я буду здесь 5 дней, буду анализировать, смотреть, что-то нарабатывать в следующий сбор. Сегодня он уже начал белые пятна выбирать, потому что пока сбор был в белых пятнах. Какие нагрузки, сколько тренировок, когда матчи и так далее. В общем, так пока работаю по плану. Ну, тут о болельщиках факела, мне кажется, что они не только в России знают. Мне кажется, что они знают уже везде. Сейчас уже знали уже в Турции. Поэтому мы им только благодарны за такую поддержку. Это было одним из их первых слов на остановке, мотивационная составляющая. Да, работа работает, но сегодня болельщики. И наша задача, чтобы они получили удовольствие от футбола и вы в том числе. И чтобы все получили удовольствие, и был позитив. Чтобы они прилетели такую даль посмотреть футбол, не должно летать, это хорошее настроение. Ну, слава богу, что так все. Все произошло, чтобы матчи выиграли. Достали им удовольствие.